Нет строительства, нет развития страны. Это аксиома и всем понятно, тем более вам всю жизнь занимавшимся строительством. Но в прошлом году, если взять отрасль строительную, ну может что-то изменилось за декабрь месяц, у меня данные на конец ноября, ну откровенно, радости немного. Но я говорю, может быть в декабре вы сейчас доложите, что-то изменилось. Мне представили точные данные за 11 месяцев. Удельный вес в ВВП у вас меньше 5% немного. Наверное, так оно и осталось на конец года. Темпы инвестиций имеются в виду жилье, так? 94%, а где-то если вы за декабрь не дотянули? Выше 100%. Добавили за декабрь, да? Объем строительно-монтажных работ у вас меньше было 90%. 87,5%. Экспорт услуг под 97% тоже не дотягиваете. Ну и производство стройматериалов чуть больше 100% тоже не ваш показатель. То есть есть проблемы. Я не говорю, что вы рухнули, еще не хватало. Но есть проблемы. Меня интересует, в чем причина. Второй вопрос. Задание по жилью. И ваше предложение. Мы пытаемся поддержать всех. Что такое поддержать? Если бы это просто плечо подставить, это одно. Но это же финансирование, поддержка рублем. А в любой стране всегда дефицит денежных средств. Точно так и у нас. В этой ситуации тем более. Поэтому, как будем в будущем действовать? Понятно, что есть абсолютный приоритет. Это многодетные семьи. Есть абсолютный приоритет. Это люди в погонах. Потому что они не могут заработать больше, чем мы им платим. И они не имеют права зарабатывать на стороне. Поэтому их надо в какой-то степени поддерживать. Другие категории. Но что вы вообще видите в этой сфере? И какие бы вы внесли предложения по поддержке населения? И, прежде всего, какие категории надо поддерживать? А где-то, может быть, и предложить людям поработать на свою квартиру. Динамика по снижению количества долгостроев. Какова она? Сколько у нас долгостроев вообще? И когда мы вообще избавимся от этих долгостроев? Меры по сокращению сроков и снижению стоимости строительства. Постоянно вопрос на контроле, оскомину набил. Да и люди отмечают в любых опросах вопросом, когда им задаем, что строительство порой неподъемно для населения. Что мы можем сделать по сокращению не только сроков, но и стоимости самого строительства. Ну и зарубежное строительство, прежде всего, в России. Вот я постоянно с президентом России встречаюсь, поднимаются вопросы. Не хватает рабочих рук в России. Ну так надо предложить рабочие руки из Беларуси. Или вы стесняетесь туда поехать, или там действительно какие-то есть проблемы. Вы скажите, мы с президентом России обсудим эти вопросы. И, я думаю, сдвинем с мертвой точки. Ну, наверное, есть проблемы и с нашей стороны. Да, мы доложим. Вот ряд вопросов, которые я хотел бы обсудить с вами. Кратко, пожалуйста. Кратко доложу о текущем положении денег в строительстве. Жилищное строительство является основным приоритетом строительной отрасли, как и всегда. По предварительным результатам работы за 2021 год, мы видим о том, что все показатели по жилищному строительству будут выполнены в полном объеме. Так, за прошлый год мы планируем общий ввод 4 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья при доведенных 4 миллионах. Но это с поддержкой государства? Это общий ввод, да. Значит, это 108% от доведенного задания и 104% к уровню прошлого года. Мы чуть-чуть приросли и к прошлому году. Продолжение следует...